Давайте просто коснёмся, не можем выйти на площадь по поводу того, как вообще праздновать. Мы её проводим в праздновании новогодних часов. И нам тоже нормально и правильно будет, если мы это будем просто использовать. И те, кто понимает, те, кто будет это использовать для нашей акции, пытаясь таким образом показать сигнал. То есть совершенно безопасно можно будет носить этот колпак или любой другой новогодний костюм, таким образом показывая свою причастность к этой акции, показывая, что мы делаем это, потому что отмечаем уход Назарбаева. Но всё-таки важнее и правильнее будет выйти в обозначенное время. Тогда оно не растечётся. Понятно, что можно хоть круглый год ходить в красном колпаке, в знак протеста даже. Но когда мы понимаем, что с 10 часов вечера до часу ночи сторонники ДВК будут находиться на улицах и площадях в костюмах, тогда будет понятно, что это именно мы. И чем более массовой она станет, тем более всем нам будет это полезно, и тем более она принесёт нам вот это чувство единства, которое нам так необходимо. Фото и видео, когда их будет много в социальных сетях, они сыграют своё значение именно в социальных сетях, в виртуальном пространстве. Они останутся в виртуальном пространстве, они будут об этом напоминать. И ещё какое-то время будут генерить эту акцию, будут поддерживать её значение на плаву. Поэтому чем больше таких фотографий вы разместите в своих аккаунтах, пришлёте нам, там будете рассылать их повсюду, там, допустим, ваши фотографии в костюмах и так далее, тем важнее будет эффект от нашей акции, потому что когда мы увидим, что массово люди это делают, это будет очень важно. И вы вспоминаете сразу, как у нас прошёл 16 декабря в этом году, сколько было прямых эфиров, сколько людей, понимая, что это государственный праздник, и что они не нарушают никакой закон, и что государство не имеет права отнимать у них эту возможность прийти, почтить память, делали прямых эфиров. Прямых эфиров было очень много. Таким образом, наша акция, она приобрела свою силу 16 декабря. И мы увидели очень много новых лиц благодаря этим прямым эфирам. Поэтому если мы сделаем массовые фото и видео, и будем их массово выкладывать, это тоже даст свою силу нашей акции. Сразу прошу не напиваться. Я понимаю, что все придут шампанским и так далее, да. Но всё-таки публичное место мы не должны давать поводам властям, режиму и так далее, говорить, что это был праздник алкоголиков. Поэтому, конечно, правильнее было бы, чтобы пришли всё-таки на эту акцию в хорошем настроении, но трезвыми. Замечательно будет, если наши именно активисты какие-то там будут исполнять песни, я не знаю, стихи, какие-то танцы, что-то интересное, какие-то сценки будут, возможно. Да, ну то есть любой месседж, любой там перформанс во время празднования, они все, понятное дело, будут восприняты на ура, потому что у людей будет хорошее настроение, есть что праздновать. Это всё-таки уход Назарбаева, не только Новый год. Это человек вот 29 лет подряд поднимал там бокал шампанского и в телевизор говорил «Поздравляю казахстанцев». А вот в этом году он это сделает в последний раз. Как нам не радоваться этому моменту? Поэтому, конечно, если этот праздник отличится какими-то там массовыми шутками, там розыгрышами, какими-то перформансами или там элементарными песнями, танцами, это будет ещё лучше, потому что такие вещи смотрят охотнее, такие вещи становятся вирусными. Соответственно, это ещё дольше будет жить в социальных сетях. Вы всегда думаете о том эффекте информационном, который будут нести ваши слова, ваши видео, ваши фото и так далее. По поводу того, что активистам не дадут даже выйти из дома. Ну, будем сохранять оптимизм. Всё-таки полицейские — это тоже люди, у них тоже есть свои семьи. Они тоже хотят перемен в стране, и они тоже хотят праздновать, отмечать Новый год и отмечать уход Нурсултана Назарбаева. Будем настраиваться оптимистично и думать о том, что всё-таки вот этого безумного повального количества машин не будет. Да, у нас кого-то из активистов не выпустят, но это будет мало. Это будет очень мало людей. Это те, кто у нас засвечен, так сказать, те, кто у нас постоянно на виду. С ними будут проблемы. А вот все остальные спокойно могут собраться и пойти. Я думаю, что таких будет огромное большинство, поэтому не надо оглядываться, надо просто думать о том, как это сделать и идти на праздник уже с каким-то настроением, с мыслями, готовыми к тому, что мы действительно будем менять эту страну и будем менять этот режим. И первые шаги к этому мы уже делаем через такие акции. Ну, опять же, по поводу массовых задержаний. Давайте просто представим эту картину. В Казахстане массово задерживали людей в красных колпаках или «В Алматы в новогоднюю ночь полиция массово задерживала людей в новогодних костюмах. Деда Мороза и Снегурку там арестовали, потому что подозревали их причастности к ДВК». Скажем так, такие заголовки. Ну, это как бы, во-первых, это уже звучит абсурдно, во-вторых, если такое произойдёт, опять же, я не думаю, что мы многое потеряем, потому что, скажем так, никто из тех, кто задерживать будет, не сможет доказать какую-то вину, причастность к каким-то сомнительным делам и так далее. То есть это какой-то бред же, правильно? Это же надо доказать, что вы пришли с каким-то умыслом, допустим, на площадь или вышли из дома с каким-то умыслом. Поэтому, конечно, у нас будут задержания, нельзя этого отрицать. Но я думаю, что это будут единичные задержания. Массово мы всё-таки будем стоять на площадях, а не проходить через массовые задержания. Потому что это надо иметь абсолютно пустые, я не знаю, мозги для того, чтобы пойти на такое. Я не думаю, что власти себя до такой степени дискредитируют. По поводу того, чтобы отснять заранее и высказать. Ну, это будет такой неправильный момент, потому что всё-таки у нас акция проходит в определённые часы. Я думаю, что такое подходит людям, которые находятся далеко, которые не смогут выйти. Или там какие-то проблемы. Может быть, даже активисты, которые, допустим, точно знают, что им не дадут выйти и так далее. А так, в принципе, я не хотелось бы, чтобы такой приём приобрёл какой-то там массовый характер. Потому что на самом деле правильнее быть на площадях, чем отсылать фотографии из квартир. Надо сказать, что действительно, чем больше власть, режим проявляют вот таких неправильных движений, когда они доводят всё до абсурда и задерживают наших сторонников в празднике, задерживают там на каких-то простых вещах, там, когда человек идёт с цветами, потом эти цветы в РУВД лежат там и так далее, тем сильнее общество раздражается. Если вы заметили, то наше общество стало очень сильно политизироваться. Мы можем сейчас наблюдать в социальных сетях, в СМИ, даже об этом стали писать многие СМИ, заметьте. Когда люди проявляют гражданскую активность и правильно действуют, идут, допустим, объединяются в какие-то группы, идут в суды, проявляют какие-то такие правильные действия в отношении тех, кто нарушает законы, имеются в виду чиновники, судьи и так далее, да, и продолжают борьбу, объединяются в какие-то маленькие группы, продолжают борьбу. Это вот всё говорит о том, что так или иначе весь этот эффект от задержаний, от того, что власти так агрессивно набрасываются на активистов, он всё равно имеет обратную связь, получает от общества. То есть наше общество видит эту несправедливость, и оно тоже раздражается, и наше общество реагирует на эту несправедливость в том числе. Таким образом мы тоже набираем сторонников. Хотя, конечно, это не должен быть способ, который, допустим, станет массовым популярным, потому что если мы будем набирать сторонников только исключительно на реакции, на репрессии, то это плохо. Правильнее, если мы будем заниматься вовлечением сторонников именно осознанно, целенаправленно, системно, последовательно вовлекая людей. Но и на нас тоже реагируют. Это правильно. То есть на задержания наши тоже реагируют. Я бы хотела даже обратить ваше внимание на некоторые проекты, которые сейчас инициированы гражданскими лицами, гражданскими общественными объединениями, какими-то такими стихийными. Вот, например, ребята борются со смогом Алматы, подают в суд и точечно, системно бьют в Акима. То есть они подали на Бабеков суд на Акима и с ним борются. Такие вещи надо поддерживать. Или вот, например, Джохар Утибеков развязал войну с адвокатской коллегией за то, что они установили там монополию на власть, за то, что они установили там очень высокие поборы. Но, соответственно, попал в опалу, в одиночку борется, ходит по судам, ходит, подаёт какие-то заявления прокуратуры, саму коллегию, выставляет это всё в Фейсбуке. Тоже нужно поддержать этого человека, потому что, собственно говоря, сегодня его действия принесут пользу всем адвокатам страны, а адвокаты, простите, они приносят пользу нам с вами. Потом есть, допустим, организации, которые ведут сейчас борьбу со СМИ, законом о СМИ, когда СМИ ограничивают в правах и так далее. То есть, так или иначе, везде появляются политизированные общественные деятели, которые в итоге ведут борьбу уже с режимом, пусть и в одиночку, но делают это довольно эффективно. Мы вот видим, что Айман Турсенкан ведёт активную и очень эффективную борьбу с режимом, обнажает, разоблачает очень многие преступления этого режима, но делает это очень грамотно. Убеждайте своих друзей, что пойти на площадь есть смысл, потому что вот если посмотреть, конечно, на реалии жизненные, то радоваться нечему. У нас очень сильно упала экономика, люди очень серьёзный кризис переживают, не только страна, но в первую очередь это ударило по населению, по людям. У всех, конечно, какое-то бедствие с финансами, и настроение, соответственно, это не даёт. Но у нас очень правильная тема, у нас есть что праздновать. Назарбаев 29 лет мозолил глаза, 29 лет мелькал на всех телевизорах и поднимал бокал с шампанским и обещал красивую жизнь. Вот сейчас у нас есть повод отметить его уход. Это и есть праздник. Вот это и будет тот самый праздничный повод, которому есть смысл радоваться. И Мухтар всегда очень хорошо вот эту вещь подчёркивает, что мысль материальна. То есть, когда Мухтар Аблязов говорит, что мысль материальна, и сначала надо сформировать её как идею, как замысел, а потом реализовать её в виде проекта и, собственно, реализовать её уже, воплотить в жизнь, это и есть начало, это и есть начало перемен. Когда мы с вами первый раз выходили 22-го числа, это тоже был знаковый день, 22-е марта, день обновления, день весеннего такого омоложения и так далее. То есть мы тоже в тот день загадывали это желание о переменах, если помните. И сейчас очень важно эту мысль посеять в головах ещё большего количества людей. И тогда нас было очень мало. Сейчас вы точно можете сказать, что нас стало гораздо больше, потому что мысль — это растёт. Сегодня это идея, завтра это проект, послезавтра это будет воплощённый замысел. Поэтому выходить и говорить о том, что мы готовимся к переменам, и мы эти перемены приближаем к собственным участиям, это очень важно. А в такие дни это крайне интересно, тем более праздник — это самый массовый Новый год, и не воспользоваться этим случаем — просто грех. Да, вот очень, кстати, хорошие даёт рекомендации комментатор, не могу выговорить название, что действительно очень важно прийти в хорошем настроении, яркие одежды одеть, взять с собой какие-то вот атрибуты, то, что будет поднимать настроение, украшать ваши лица, улыбки добавит вам. Это всё очень важные вещи. Прийти с теми людьми, которые умеют радоваться, которые умеют веселиться, самому принять участие в этом. Чем больше будет инициировано забавных, весёлых, каких-то там, таких интересных моментов, тем лучше, тем интереснее. То есть к Новому году есть смысл подготовиться. Новый год, он и так, и без того весёлый праздник, а когда мы понимаем, какая у нас цель, он становится ещё интереснее. И если мы начнём к этому готовиться, готовить какие-то собственные способы самовыражения, я думаю, будет интересно и многим окружающим. Это же способ удержать людей на площади. Это тоже понимаете. И думайте о том, чтобы люди как можно дольше оставались на площадях в очень хорошем настроении. Это зависит от нас, от актива. Мы всё-таки являемся активом демократического выбора Казахстана, и от нас, активистов, будет зависеть, долго будут люди стоять на площадях или быстро постоят и разойдутся. Я думаю, что мы можем отрепетировать, скажем так, массовый наплыв, массовое присутствие, как раз ту затею реализовать, которую админы предлагают, или кто сегодня инициировал, 28 числа, в 10 часов вечера собраться в чате и объявить крултай. То есть тогда это делается для того, чтобы как раз-таки повысить активность и массово присутствовать в чате на этот момент времени. Мы в этот момент можем с вами всё, что угодно отрепетировать, и в этот момент мы можем всё, что угодно обсудить, потому что это как раз-таки и будет момент для празднования, момент для отдыха, и какие будут у кого интерпретации и идеи. Мы всё это как раз-таки можем услышать и обсуждать. Я прошу админов вот сейчас как раз-таки напомнить, да, по поводу 28 числа, если я правильно говорю, что 28 в 10 часов вечера приглашаются все активисты, чтобы как раз-таки сделать чат в этот момент наиболее активным. И вот давайте мы ещё будем в этот момент обсуждать, что мы можем нести, потому что у кого-то более богатая фантазия и креативный подход творческий есть, кто-то ещё не знает, не придумал. Поэтому мы можем поделиться, чем заниматься на площадях. Вот мне прямой вопрос задают, а как праздновать? Ну как праздновать? Прийти на площадь, прийти, отдыхать, отдыхать качественно, как можно дольше постоять на этой площади, вовлечь с собой как можно больше людей, организовать их какие-то игры, в какие-то там, я не знаю, общения и так далее. То есть, ну, чтобы действительно удержать людей на площади в очень хорошем настроении, как можно дольше. И вот завтра, кстати, давайте мы это обсудим, какими способами это мы можем сделать. Возможно, кто-то пришлёт идею уже. Ну, по поводу китайских казахов. Смотрите, мы об этом часто пишем. Мы делаем об этом новости, обязательно делаем об этом. Мы сделали несколько репортажей. Более того, мы поддерживаем тесный контакт с нашими казахстанскими, казахскими оралманами. Вот. И какую-то работу свою, пусть не самую активную, но мы ведём. У этого процесса тоже есть свои подводные камни. И у него тоже есть там свои особенности. И политкорректность в этом вопросе крайне важна. Кроме того, этот вопрос использует Аккорда, использует для того, чтобы себе поддержать имидж. И нам надо лавировать здесь, знаете, маневрировать крайне грамотно, для того, чтобы не сыграть на руку, во-первых, Назарбаеву, потому что сегодня он китайскую карту разыгрывает в свою пользу, показывая, что он на фоне Китая далеко не тиран, что он человек гуманный, и какие-то вещи он помогает решать. То есть, поэтому нам здесь крайне важно во всём этом тщательно разбираться и понимать, в какую сторону, каким способом мы должны помогать. Потому что иногда это всё может оборачиваться в обратную сторону. Поэтому мы свои переговоры ведём с аралманами, мы свои контакты сохраняем. Мы знаем изнутри всю ситуацию, у нас напрямую общаются и с Мухтаром Облязовым, и с нашим активом, со штабом эти люди. Поэтому мы ситуацией владеем. Что там на самом деле и так далее, мы владеем ситуацией. Но как её развивать, как помогать дальше, пока ещё вот больших стратегий нет. Больших таких стратегий ещё не выработано, но мы к ним придём. Кстати, вот пришёл бот. Давайте мы об этом поговорим. Я сегодня написала короткий пост. К сожалению, не получилось развернуть, времени не хватает. Поэтому я постараюсь здесь развернуть свои мысли, которые касаются того нашествия ботов, которое нас ожидает. Нас ожидает нашествие ботов. Это закономерно, потому что Аккорда готовится к выборам. Аккорда готовится к захвату власти в очередной раз. Поэтому мы понимаем, что с нами будут вести борьбу. Сегодня протестные настроения очень серьёзно изучаются, делаются свои опросы, социология проводится. Кроме того, у них там сидят и свои собственные программы, они шпионские устанавливают, наблюдают за людьми. И они понимают, что протестные настроения очень высокие. Соответственно, на подавление этих протестных настроений не только репрессиями, не только полиции надо работать. Они работают с помощью вот этих самых троллей, ботов, которого мы сегодня наблюдаем сейчас в чате, которые, в общем-то, очень грамотно стали всё это комментировать, аргументировать стараются. Но, тем не менее, они себя выдают. Давайте об этом поговорим. Я коротко расскажу, что я вижу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Первое, конечно, это то, что очевидно бросается в глаза всем, и вы тоже это наблюдаете. Их стало очень много. Мы, например, видим по нашему каналу 16-12, как только выходят новости, у нас просто нашествие огромное всех этих фейков, которые начинают оставлять негативные комментарии. У нас бывает так, что за час мы по 300-400 комментарий в каждый удалять. То есть в несколько рук мы сидим, работаем, удаляем эти комментарии, и вычищаем наши ленты. Бывает так, что вот действительно залетают и ко мне в ленту налетают, там за час приходится до 20 штук убивать их и там уничтожать, потому что засоряют массово. И Мухтар облязывал вообще очень страшные нашествия. Потом пропадают, потому что у них выходные дни, либо у них задания не совпадают с нашими постами и так далее. Но к выборам, естественно, их будет ещё больше. Боты стали такие более учтивые, они стали давать такие длинные, развернутые комментарии и давить на какие-то там страхи, эмоции людей, говорить о том, что вот как не хуже, чем этот бот, о том, что страна у нас прекрасная, всё хорошо, не доводите до беды. То есть они пытаются нашу борьбу всяким способом обесценить и сломить сопротивление вот этим пассивам, вот этим мерзким пассивам, которые люди транслируют, негатив, своё безверие и создают вот такие жалкие, пораженческие настроения, что всё бессмысленно, что это всё никому не надо, что никто никого не поддерживает, все между собой ссорятся, транслируют такие вещи, которые людей разобщают и оставляют негативное чувство, которое в итоге приводит к безверию. Вот с этими людьми, конечно, надо бороться, но если с ними спорить, это значит давать им почву для разрастания. Таких сразу надо банить, блокировать. И в нашем чате особенно. Наш чат для сторонников. Переубеждать здесь фейка, который пришёл, чтобы действительно зарабатывать деньги просто на ваших переубеждениях, не стоит. Стоит просто сразу покончить с ним и решать наши дела. Мы здесь для того, чтобы решать наши дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ещё одна очень опасная тенденция разворачивается на просторах социальных сетей. И я уверена, что она выплеснется в дальнейшем оффлайн, то есть она перейдёт на улицы и будет разыграна в каком-то регионе, возможно, сразу в двух-трёх регионах. Власти вытащили свою любимую игрушку, вытащили межнациональную карту, и они начинают на межнациональных противоречиях сталкивать людей лбами. И очень большое количество людей уже сегодня вовлечено в это всё. Я хочу сразу предупредить наш чат. Это будет сегодня основной темой разобщения. То есть межнациональные конфликты будут сеять, и обязательно это станет основной темой разобщения нашего народа. Вот сегодня, например, даже опустим ситуацию с Юрием Юриным, который обсуждает в Фейсбук, наверное, уже две недели. Вот сегодня, например, власть подкинула такую вещь. В Павлодаре, в Павлодарской области какой-то из Акимов решил детей штрафами наказывать за то, что они не хотят говорить, за то, что они будут использовать русский язык. То есть какую-то такую особую программу, якобы там какой-то пилот и что-то такое, и применять будут штрафы к детям, которые не будут говорить на казахском языке. Вот подобного рода мусор будут выбрасывать постоянно. Причём выбрасывать будут разного плана. Так в защиту, так и против. Так, чтобы разного плана люди могли выскочить и начать этот негатив разносить, чтобы у людей была возможность разносить этот межнациональный негатив, искусственно растаскивать его и кормить его, подпитывать и подпитывать. Вот мы можем видеть, какую историю. Например, у Дениса Кривошеева на странице неожиданно появился пост, уже когда вроде бы конфликт с Юрием Юриным затих. Появляется у него на странице пост в защиту уже Юрина, да, и начинается опять вот это всё по-новой. И Денис Кривошеев, у которого в день 11 лайков, вдруг обрастает сразу, более 700 лайков получает за несколько часов. И мы прекрасно видим, что всё это подкреплено фейками, причём фейками московскими, причём фейками российскими, даже не нашими. И это сразу же даёт ответы на многие вопросы. Какие ответы? Я вам сейчас объясню. То есть вот тема стала затухать, Кривошеев пришёл, её поднял снова. Снова налетели люди. Причём налетели именно боты, которые управляются из Кремля, из России. Это говорит о чём? Это говорит о том, что это мало того, что спланированная операция КНБ, на которой напрямую работает Денис Кривошеев, я могу со всей уверенностью, со всей точностью и определённостью заявить сегодня, что Денис Кривошеев работает на Комитет национальной безопасности. Я это достоверно знаю. И мало того, что Денис это делает, в интересах Комитета национальной безопасности к нему на помощь приходят боты-фейки кремлёвские, приходят Ольгинские, там я не знаю какие, но видно, что происхождение у них российское. Это говорит о том, что акция спланирована совместно, вместе с российскими и казахстанскими спецслужбами. И это говорит о многом, о том, что её будут продолжать наращивать, потому что она работает. И люди сегодня, да, они довольно наивны, они могут помогать этому всему, просто потому что они испытывают искренние чувства относительно тех или иных противоречий. И я прошу вот всех наших активистов понимать, что это тоже борьба с нами, это тоже сделано для того, чтобы отвлечь от той деятельности большой, которую ведём мы с вами. И если мы позволим себе ввязываться в это во всё, особенно в межнациональные противоречия, мы позволим себя втянуть во что-то очень плохое и отвлечёмся от наших акций, отвлечёмся от наших главных целей. И вот этого надо избегать. То есть вы старайтесь везде, на каждом уровне, внимательно наблюдать, что люди делают и понимать, что это делается для того, чтобы нас всех, во-первых, отвлечь, это самое малое, а во-вторых, разобщить. Разобщение — это главная карта Назарбаева, этим он занимается всю жизнь своего правления, разделяя властву его главный принцип. Я вот хочу ответить на благородный порыв Александры Семёновны, да, это очень замечательно, но здесь надо сразу понимать, что механизм воплощения этой идеи очень рискованный. Да, мы можем собрать деньги для малой мощи, да, мы можем скинуться всем там чатом, где-то всё это виртуально собрать и так далее, но мы не сможем реализовать это в открытую по той причине, что все наши активисты должны скрывать свои имена, оставаться анонимными. И эти малоимущие люди, которым мы захотим помочь, в итоге вынуждены будут коммуницировать с кем-то одним, двумя активистами, которые не побоятся взять на себя ответственность, стать проводниками этой идеи. Я не думаю, что сейчас появятся у нас люди, готовые взвалить на себя такое, потому что я занималась подобными вещами. Это большой труд, и, кстати, уже до Нового года осталось совсем немного времени. То есть найти семьи, которым надо помочь, найти возможность собрать эти деньги, аккумулировать эти деньги, купить на эти деньги что-то, на это уйдёт большое количество времени. Сейчас у нас есть такие люди, которым мы должны помогать. У нас есть жёны наших активистов. Я прошу админов сейчас счета выбросить снова. У нас есть активисты, которых преследуют, они нуждаются в поддержке. Бакизе Халиловой нужна поддержка. Айгуля Кберды нужна поддержка. Она одна с детьми, с четверыми осталась без кормильца основного. Вот здесь мы, как можем, должны помогать. И я попрошу админов обновить вот это всё. Здесь вот мы как бы можем свой долг, так скажем, выполнить, потому что у нас уже есть механизм передачи денег, мы его уже отработали. В вашем случае это будет очень сложно. По поводу вопроса о будущих акциях в будущем году. Главная, самая важная акция, к которой мы все должны будем готовиться, это, конечно, предстоящие выборы. Наша задача, только мы с вами можем на это влиять, наша задача — не допустить этого бандитского захвата власти. Для этого мы собираемся на Новый год, чтобы почувствовать свою силу. Для этого мы собирались на все предыдущие акции. И 16 декабря, и до этого мы собирались на все эти акции для того, чтобы осознать и ощутить, какая мы сила, сколько нас, что мы можем. И таким образом мы себя готовим, естественно, к той самой важной миссии, которую надо предотвратить, не дать Назарбаеву совершить вот этот бандитский захват власти, не допустить, чтобы Дарига пришла ко власти. И, естественно, для этого нас должно быть много. Мы ещё не знаем, какая будет стратегия, то есть не приняли решение. Она у нас разрабатывается, эта стратегия. Мы понимаем, как мы будем продвигать эту стратегию, чем мы будем заняты. Но чуть позже всё это будем объявлять, рассказывать, какие у нас есть идеи. Возможно, вы нас, если поддержите, мы их начнём дальше развивать. Но вот на сегодняшний день у нас главная цель — показать всю массовость, всю силу нашу именно в Новый год, показать, сколько нас, потому что это действительно и весело, и приятно проводить Назарбаева. И это достаточно безопасно для того, чтобы проявить максимальную массовость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хотелось бы сразу пресечь вот эту вредную мысль, почему казахи такие продажные. Давайте будем говорить не об этом. Вообще это не про людей. Сразу хочу сказать. продажность, стукачество и так далее. Это не про людей. Ребята, это на самом деле только про те законы, которые творят, которые главенствуют в стране. А в стране главенствует беззаконие. Понимаете, в стране главенствует беззаконие. И люди выживают, как умеют и как могут. А как они умеют? Они выживают, понимая, что образованию не нужно. Нужно быть пронырливым, приспосабливаются. Что не обязательно работать, можно воровать. Опять приспосабливаются. Они понимают, что если ты честно работаешь, что ты что-то делаешь честно и продвигаешь свои знания, талант, как все люди, порядочным способом, опять не работаешь, значит, надо идти к какому-то Акиму и стать преступником, сообщником этого Акима, получить у него незаконным способом тендер, разрешение на то или другое. Любой бизнесмен в стране зависит от административного ресурса. Вся страна на самом деле живёт по бандитским законам. Как мы не будем продажными, вы поймите, так режим устроен. Если жить в нормальной стране, где закон работает и где он един для всех, и где для каждого существует эта строка в законе, а не избранным, тогда всё будет в порядке, понимаете? И принцип неотвратимости и наказания, которые существуют везде в демократических странах и работают именно на то, чтобы в стране не существовало коррупции и так далее, именно этот принцип воспитывает в людях порядочность, воспитывает в людях нравственность, понимаете? Потому что тогда люди понимают, что да, надо соблюдать законы. Вы на элементарный пример, вы приезжаете на Запад, и вы там соблюдаете закон, и вы там становитесь лучше и морально, и духовно, и законопослушнее становитесь, потому что там работает закон, там не надо приспосабливаться, терять лицо, там не надо быть, как у нас полиция, да, избивать людей, мочить их там, я не знаю, пытать и так далее, да? Там надо быть просто порядочным, законопослушным, полицейским, чтобы сохранять в себе заработки и так далее. А у нас надо быть вот сволочью, скотиной. Поэтому у нас люди вот превращаются вот в таких подонков. Это не потому, что мы такие казахи продажные, это потому, что власть, режим создаёт условия для таких отношений. У меня на странице есть пост про Бакизу Халелову. Там как раз в пост указан номер Киви кошелька. Кто-нибудь достаньте, пожалуйста, из моего аккаунта, распространите здесь. И просто вычлените номер, не Киви, там номер карты Каспи Банка, гол-карта, распространите здесь. Потому что я получила сообщение, что Бакизе собрали всего 4,5 тысячи тенге. Буквально недавно такое сообщение мне прислали. Если вы заметили, наша акция очень нравится людям. То есть на неё действительно очень хорошо отзываются. И везде в социальных сетях смеются, весёлые отзывы идут на эту акцию. Поэтому я больше чем уверена, она нравится людям и оффлайн. Если вы с кем-то разговариваете, объясняете это, я не думаю, что у кого-то она вызывает отторжение. То есть это абсолютно безопасно и весело, весело одеть колпаки, прийти, потроллить власть, понимая, что власть будет сходить с ума от ужаса, просто от красных колпаков, видя, что на площади стоит очень большое людей в красных колпаках. И вот это чувство единства, оно, кстати, очень сильно даёт эмоции людям и всё-таки даёт уверенность и силу для следующего раза. Вы все знаете, как работает правило первой прививки. То есть вы сходили все первый раз в полицию, второй раз сходили, третий — вам уже не страшно, вы уже понимаете, что там сидят довольно примитивные полицейские, довольно обычные парни, которые неграмотные, неумные, не знают, как правильно с вами работать. Просто методом силы что-то пытаются добиться. И вы всегда можете своим интеллектом, своим опытом и своим бесстрашием, то есть абсолютным равнодушием к их действиям, это всё парировать им. То есть когда человек впервые сталкивается с полицией, да, ему страшно. Но когда второй, третий раз, всё это уже как прививка. Как я читала одного нашего френда, мне даже интересно каждый раз идти в полицию и с ними общаться, смотреть на них со стороны, понимать, что там сидит за человек. Обязательно помните о времени, что мы собираемся с 10 вечера и до часу ночи. То есть это такой неразмытый кусок времени, когда можно будет более-менее концентрировано находиться на площади. И он удобен как для тех, кто хочет отметить Новый год дома в кругу семьи, то есть постоять, допустим, до новогоднего, до 12 часов и уйти домой, либо прийти на площадь уже после 12. Кому как удобно. Поэтому вы про это время, пожалуйста, помните и давайте будем придерживаться нашего времени. Субтитры создавал DimaTorzok Я предлагаю сейчас всем активистам, вот эту идею, что завтра в 22.00 собирается актив в чате «Активист», то есть проявим массовую активность и будем завтра находиться все в чате. И мы завтра тоже будем здесь, все будем общаться, и мы подключим весь наш, так сказать, наш актив внутренний, штаб волонтёров, админов, Мухтар Аблязов придёт обязательно с вами общаться. Я тоже буду присутствовать. Поэтому давайте будем по максимуму. Орда, Кашим! Все завтра по максимуму соберёмся и будем общаться на вот эти темы. Если у вас есть вопросы, готовьте их, или если есть идеи, лучше всего с идеями прийти, как праздник этот провести. И как бы мы, в принципе, можем поговорить и о чате, и о празднике, и обо всех наших насущных проблемах. Я бы хотела вот Вениамин сказать, ну что значит организовать финансирование? А это, понимаете, вот давайте будем организовывать. Я вот вам хочу предложить эту попытку сделать. Если вы готовы этим заняться, организуйте это. Давайте будем делать объявления, мы вам поможем сделать какие-то плакатики, какие-то постеры, вот, и чтобы это всё организовать успеть. Но я сразу предупреждаю, на Новый год вы это не сможете сделать. Любое какое-то общественное действие, да, которое требует вовлечения большого количества людей, оно требует времени, подготовки и освещения. Вы видите, что мы все наши акции обязательно освещаем заранее, делаем под них материалы, готовим информационные и так далее, да. Это всё требует времени, и даже при наличии времени не всегда получается собрать достаточный отклик. А сейчас у нас осталось буквально несколько, 3-4 дня, да, и вы хотите успеть такую большую акцию провести. Но это немножко поздно. То есть до Нового года вы это точно не успеете. по поводу развития чата, штаба и так далее. У нас большие планы на следующий год. Мы начнём это всё озвучивать. Сегодня вот всё это прорабатывается, готовится. В штабе уже собрали довольно большой материал. То есть вот те ячейки, которые были организованы, мы провели исследования, нам дали отчёты, мы провели большие исследования, получили массу ваших предложений, именно ваших, обработали эти предложения. Сегодня на основе этих предложений у нас появились хорошие очень идеи. И мы со следующего года начнём эти все идеи воплощать и вот доработаем. Мухтар Аблязов вам обязательно расскажет об этом, обо всём. У нас на следующий год запланирована очень большая работа именно со штабом, с чатом, с ячейками, с активистами. Именно чат мы будем развивать, и мы восстановим его не просто в размерах, мы его восстановим качественно. То, что у нас сегодня произошёл такой отток, мы все знаем причину и точно знаем, что люди нас на самом деле не покинули, люди с нами сидят за пределами чата, и мы научимся взаимодействовать в рамках чата и быть очень активными и эффективными. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Я смотрю, что мы обсудили очень многие очень важные вопросы. И давайте будем готовить наши идеи, вопросы на завтрашний день, завтра 28-й, если я не ошибаюсь. И будем это всё обсуждать более активно, ответим ещё на оставшиеся вопросы, готовиться будем к акции усиленно. Всем хорошего настроения, всем всего хорошего.